Привет, друзья! Продолжаем наше гастрономическое путешествие по Австралии. Сегодня мы готовим сытный пикантный тыквенный суп с яблоками. Тыквенный суп любят во всем мире и Австралия не исключение. Для этого супа лучше всего подходит мускатная тыква. Она с более ярким вкусом и ароматом. Конечно, ее надо помыть и порезать кубиками. Перекладываю тыкву в сотейник, заливаю водой и ставлю варить. Тыква закипела и пока она варится на небольшом огне, я нарезаю кубиками морковь и картофель. Добавляю к тыкве. Обязательно для вкуса и аромата лука-чеснок. Австралийцы, конечно, очень любят мясо, но обязательно много едят овощей и фруктов. Вот как раз этот супчик то, что надо. Полезно и вкусно. Ну а чтобы вкусовых эмоций было еще больше, на сухой сковороде обжариваю бекон и выкладываю на салфетку, чтобы убрать лишний жир. Теперь, конечно, надо добавить специи по вкусу, соль и черный перец, ну а пикантность придаст семьян. Супчик помешала и оставлю варить до готовности. Ну а вы, друзья, чтобы не пропустить новых рецептов, обязательно подписывайтесь на наш канал. Пока суп варится, приготовим яблоки, почистим и нарежем кубиком. Конечно, австралийцы почти во всех блюдах, от салатов до десертов, используют самый распространенный и выведенный в Австралии в 19 веке сорт яблок гренни сме. Твердые, сочные, при разрезании не темнеют, содержат витамины и минералы. Теперь яблоки на сковороду, где жарила бекон. Можно добавить немного масла и, конечно, специи. Сук лимона, черный молотый перец и тимьян. Яблоки надо потушить до мягко-золотистого цвета. Вообще, сочетание продуктов в этом австралийском супе просто невероятное. Друзья, только на нашем канале самое необычное и вкусное гастрономическое путешествие. Путешествуйте с нами и приглашайте к нам своих друзей. Бекон уже остыл и можно мелко порезать. Овощи готовы. Теперь при помощи блендера измельчим и превратим в красивое пюре. И последний штрих. Самое простое блюдо можно подать красиво и порадовать своих любимых и близких. Наливаем супчик и добавляем немного сметаны. Теперь тушеные яблочки и, конечно, жареный бекон. Украшаем зеленью. Ну, красота, не правда ли? Что, друзья, посмотрите, какой красивый аппетитный суп получился. Аромат бесподобный. Давайте скорее попробуем, что тут я сегодня приготовила. Остренько. Знаете, такой интересный вкус. Сейчас попробуем вместе с яблочком. Вообще, яблоки с тмином никогда не жарила. Ну, вот вообще, видите, иногда приходится делать все в первый раз, но это так интересно. Удивительно. Почему-то, мне кажется, вы не поверите, но это действительно очень вкусно. Вот очень-очень я рекомендую вам приготовить такой супчик. Друзья, вообще, отправляйтесь с нами в гастрономическое путешествие. Это будет очень вкусно, здорово и интересно. Необычный вкус. Я даже не могу остановиться. Мне кажется, я должна вам рассказать, насколько здесь все вкусно. Но я не знаю, что сказать. Попробуйте. Действительно, попробуйте его приготовить. Такие нежные тона яблока. Даже не знаю, как рассказать. Оно настолько стало мягкое, нежное. Вот этот привкус тмина, пикантность. Немножко сметаны. И бекон. Ну, конечно, жареный бекон, естественно, это очень вкусно. Друзья, подписывайтесь на наш канал. Смотрите наши видео, не пропускайте. Делитесь со своими друзьями. Прошу к столу. И приятного вам аппетита!